Нас с вами радовать хорошей и зрелищной игрой, умной, содержательной игрой под названием «Московская пирамида». Евгений Талов, которого только что представили, и Константин Кулик. Вот на ваших экранах именно два этих спортсмена разыграют и красивый кубок, и солидный денежный приз. Юрий Цыпков, на ваших экранах он, арбитер из Днепропетровска, так и игроки будут обслуживать этот матч. Сейчас Юрий Лобович чуть-чуть перепутал Андрея Ющенко с Юрием Цыпковым. Что удивительно, фамилия Ющенко на Украине, вот понимаете, она... Ну, вряд ли, в общем, перепутаешь человека с этой фамилией с кем-либо другим. Ну, и до пяти побед будет проходить финал, равно как и любая стадия на телевизионном столе. С вами в эфире комментатор телеканала «Спорт» Павел Черемисин и мой эксперт, постоянный соведущий Владимир Меркулов. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, дорогие телезрители. Раскатка. Похоже, побеждает в ней Константин Кулик. Да, признал свое поражение Евгений. Вот, посмотрите, как развивались встречи. Кулик последовательно обыграл Павла Кузьмина и Рейкетер Исаяна. Ну, а Евгений Талав, Игоря Купаву и Андрея Глушанина. Причем в контровой партии. Чуть проще был полуфинал у Кости Кулика. У него же здесь и солидная поддержка, и бабушка с дедушкой сидят, болеют за своего внука. В общем, не должен он их разочаровать. Как оно будет, мы узнаем в ближайшие полтора часа. Разбой не выходит у Кости. Ну, и, похоже, ничего не проиграл. То есть не только сам дошел до финала, но и пришлось... И бабушку с дедушкой довел. И бабушку с дедушкой, да, сидеть и ждать этого приятного момента. Не знаю даже, на чьей стороне будут симпатии публики, ибо два украинца в финале. Есть открыт счет в матче. Не знаю, чем руководствовался и Пинеталов, когда вот таким образом отыгрывался. Не знаю, посмотрел ли он, что проходит тонкий свояк или не посмотрел. Но вот главное, что Костя его увидел и сыграл. И так с руки. С руки в среднюю лузу тут даже без вариантов. И тут другой обладает прекрасным арсеналом ударов. Причем у Кости Кулика чужие вообще превалирует. Он может играть чужого, особенно через весь стол. Но любой резки это его коронка. Я думаю, он ради таких ударов и играет в гильярд. Потому что он их показывал нам уже неоднократно. Идеально точно. Хорошая сила удара. Движение руки прекрасное. Я думаю, что в сегодняшней игре мы тоже увидим прекрасное исполнение таких шаров. Ну и Евгений Талов, так сказать, в этом смысле тоже, знаете ли, не статист. Таких вспомните в полуфинале против Андрея Глушанина. Он играл с руки. Как на почтительном расстоянии между шарами, так и на близко стоящих шарах. Калачево под железо только. Только скобы трещали. Костя вот редко выбирает удары по скату. Я обращал внимание. Чуть-чуть, но вкладывается. Небольшой акцент делает при игре с руки Свояков. Сейчас решил скатить не точно. Ну, три шара забил. Почин неплохой. Тут же отвечает хорошим Свояком Евгений. И также имеет тот же сценарий продолжения. Свою в среднюю. Вот не стал наигрывать сейчас прицельный шар на угловую лузу. Выбрал такую резку, чтобы сто процентов забить. То есть понимает, что забитие второго шара очень важно. Константин Триския, что предложит Евгений. Смотрите, точно так же. Да, практически. Разыгрывает почти идентичный. Свой, потом свой в угол, свой в средину, потом свой в угол. Но вот только Косте это удалось. Женя не забил. Причем одна и та же лужа не приняла Свояков. На скате. Ну, бодро начали. Посмотрим за позиционной борьбой. Так или иначе, в эту фазу все перейдет. Потому что забивать из каждой позиции, конечно, невозможно. Но и еще высока ставка, все-таки финал. Еще раз, в очередной раз напомню, что 60 человек проехали на этот турнир. Без каких-либо пассивов решили обойтись организаторы турнира. Все в квалификацию. Все доказывают свою состоятельность. Были на этом турнире и такие мастера русского бильярда, как Эдуард Гальянц, и Ярослав Тарновецкий, и Олег Речиц, молодое белорусское дарование. Вообще, белорусы привезли сюда очень хороший состав. Молодцы. И недаром три белорусских игрока попали в восьмерку сильнейших. К сожалению, ни один из них до финала не дошел. Раз, два, два. Интересная сложилась позиция. Будет как обводить. Либо он его идеально видит. Да, идеально видел. Свой в среднюю, по-моему, будет сейчас атаковать на скате. Нет. Да, не точно. Сразу отдает угол направо прицельный шар. Странный удар, да? По позиции странный. Ну, сто процентов атаковал уже. Не беспокоился, как встанет, какой шар проиграет. Вот поэтому я верю, что странный. Да. Как бы глаза горели именно только на забитие. Вы-то вынимаете. Спокойно ведет себя Евгений. Придерживается своего ритуала ведения игры. Никуда не спешит. В среднем мы отмечали, по-моему, у них 20 секунд. Да, Павел, где-то уходит времени на каждый удар. Да, где-то 25 даже. Все зависит от позиции. А все-таки... Нет. Обидно сейчас. Не забил, конечно же, не свой ряка. В данном случае, конечно, Константин себя более импульсивно так ведет у стола. Быстро двигается, быстро принимает решения. Ну, это не говорит о том, что что-то он делает неправильно. Просто у каждого игрока своя манера ведения игры. Одному достаточно 15 секунд на удар, другому 25. Ну, и по этому поводу определяется там регламент. Где-то порядка 40 секунд на удар. Атака в угол. Отдает. Да, дотронулся, по-моему, прицельный шар до губки. По-моему, да, стопроцентное сейчас будет забитие СВИКа. От шара вот это единственное, что не совсем удобно. Но высокий мост, и мы видим, что проблем не должно возникать. У Евгения сравнивает на счет. Наигрывает еще прицельный шар себе на угол. Надо убирать какой-то шар. Удивительно. Самый неудобный шар в этой позиции снял. Здесь можно перестраховываться наоборот. Убирать более такие шары, с которых можно что-то сыграть. А мне, знаете, что удивительно? Почему он сейчас себе тоньше резку не поставил. И не сыграл на ударе. Сила которого позволяла бы вернуться в дом. Именно в дом. Этому шару. И если мы еще помним, какого прицельного убрал Евгений Талов перед тем, как забить этого СВИКа, то получалась как раз позиция, когда ему нужно было менять дом. То есть во временный дом бы он уходил. И там прекрасный шар стоит, мы его видим, в левый верхний угол. Ну, здесь сложно проанализировать, как на тот момент думал Евгений. И я думаю, что, конечно, он акцентировал внимание именно на стопроцентное забитие. То есть забитие первичное, а уже выходы вторичное. Штрафуется Константин Кулик пытался через толстые соударения развести шары. Ну, мало каши ел. Да, не докатил биток в район лузер. Хорошо ставит сейчас на средину короткого борта чужой свой шар и предлагает как бы сыграть биток в угол с борта. Попадешь, молодец, не попадешь, я добью. Здесь хорошо получился у Константина даже, что он попал немножко тоньше. А может быть, он и не играл. Да, получалось как элемент два борта к себе. Похож был на отыгрыш. Вот стандартный, конечно, удар, которому нужно тренироваться. Чужой от двух бортов уходит на третий, а свой от двух бортов к лузе. Перевод на противоположную сторону тоже демонстрирует нам Константин. Хороший удар. Да, но в таких ударах очень важно смотреть, чтобы чужой не шел ровно в лузу. Потому что на таких углах входа он скорее там останется, если в сторону лузы будет двигаться, нежели уйдет. Ой-ой-ой, что делает? Что делает Евгений? Не очень я понимаю риск в этом ударе. При счете 6-4 в свою пользу, но забил. Молодец. А не забил. Вы представляете, что было бы? Да, не самого простого. Сейчас сыграл свои карты. Застревает в лузе. Да, Евгению не везет в эту лузу. Не первый раз мы видим, что застревает. Не только борется с Константином в данном случае, но еще и борется со своим фактором, почему в нужный момент иногда застревает у него. Хорошо удар. Хорошо удар. Оттягивал к себе в район лузы. Ну он проиграл, он проиграл тут и свояка в среднюю, и свояка в угол. Потому что... Сейчас посмотрим. Нет, прощает. Прощает его Костя и отдает чужого. Чужого Ли надо посмотреть на стол. Ну, чужого, может быть, в угол тогда? В угол в прокат, да, чтобы убрать. Или в сильную оттяжку, но там стоит... Там стоит ведь и шар на угловой лузе. Ну, так чужого может положить сейчас. Костя, ему только дай такие. Да, здесь уже надо было контролировать в случае не забития биток, чтобы не подставить. Сейчас вот понимает, какую оплошность допустил Евгений. Потому что у Константина есть хороший вариант забить прицельный шар и сделать еще выход на среднюю лузу. Что мы сейчас с вами увидим. Сейчас... Дотронулся биток до прицельного шара, да? Дотронулся, да. Да, дотронулся. Сбил хороший выход. Я думаю, расстроился сейчас Константин, что все-таки не очень положительную траекторию заложил в ударе на прицельный шар. И не получился на стопроцентное забитие выйти на среднюю лузу. Ну, все, отдал. Отдал первую партию, похоже. Ну, может быть, конечно, сейчас даст мимо. И гениталов, но что-то мне подсказывает, что вряд ли это произойдет. Особенно вот с краном мы хорошо видим. Дармовой свояк. Да, был шар сейчас неплохой у Константина. Не использовал его. Забить забил. Но траектория выхода оказалась губительной. Ну, очень сильно, на мой взгляд, нанес этот удар. Там ставил не очень такой положительный угол, потому забивал его сто процентов. Итак, 8-5. Время партии 14 минут. Отыгрыши. Вот давайте посмотрим на статистику всех партий, которая попадет у нас в трансляцию. Посмотрим, какое количество будет отыгрышей. Я думаю, что больше, чем... То есть двузначное число мы, если увидим раз, то не больше. А пока 1-0. И гениталов впереди. Итак, дорогие друзья, продолжается финал севастопольского турнира. Гран-при мастеров по русскому бильярду. На разбой гениталов не точно. Не точно. Он впереди 1-0. И сразу же проигрывает. А проигрывает ли? Сейчас любопытно будет посмотреть. Вот давайте посмотрим отсюда. Ага. Вот любопытно. А бриколь, может быть? Нет, я думаю, будет тонко попадать. Через лоб. Нет, да. Через лобовое соударение на прокате. Тонко там... Вот нам компьютерная графика показала, что тонко там, похоже, он просто не отскакивал в лузу. Давайте посмотрим. Да, винт отдал левого на лузу и практически через лоб. Молодец. Исполнил неплохо. Хорошо. Нечто среднее между ползунком и накатом. Накатом. И еще одного сваряка. Было близко. Да, странно. Поставил себе такой угол интересный. Я думал, что будет атаковать на тихом ударе в случае незабития. Но вот здесь уже сыграл фактор того, что он подкручивал биток и попал не в тот борт, который как раз должен тормозить биток, а не раскручивать его. Вот тоже Евгений не попадает в резку. Еще раз хочу уделить ваше внимание, что вот такие сваряки играются на боковом вращении. И иногда из-за нового сукна отклонение получается очень большое и не всегда спортсмены могут просчитать его на 100%. Похоже, такой сейчас отыгрыш плюс дуплет в угол. От двух бортов. Делал вот так вот сейчас с Евгением. Он решил играть, по-моему. Да, решил Константин, как говорится, дать рисковочку на этот неоднозначный прицельный шар. Ну и отдал. Да, и не повезло, наигрался тот же самый шар на противоположную угловую лозу. Здесь уже сейчас, я думаю, будет Евгений 100% делать забитие. И вопрос, будет ли делать подбой. Удобно ли ему наносить такой удар. Да, играет с разбойом пирамиды, так сказать, остатков. Ну, по-моему, по позиции ничего не сложилось. Не повезло, ни один шар не наигрался ни на прицельный, ни на свой. Видимо, Евгений сейчас, да, через оттяжку будет делать отыгрыш. Дуплет в угол. Оттяжка. Дуплет в угол не получается широко. И наступило опять время стандартных отыгрышей. Нету в позиции шаров, которые можно забить, либо спланировать какую-то серию. Но сейчас будут хитрить. Кто качественнее сделает отыгрыш и играет по позиции какой-либо из прицельных шаров. Не очень однозначный отыгрыш. Надеюсь, что Константин просмотрел, что в среднюю лузу перекрывает траекторию падения шара. Сейчас как раз Евгений смотрит. Проходит, либо не проходит. Ну, вот раз уже выцелил, есть мнение, что он проходил. Ну, вот здесь вот сложно сейчас проанализировать. Ну, похоже, отдает он, да, чужой в угол? Да, я думаю, здесь может попасть даже на некую серию. Потому что мы видим с вами чужой. Так, резко, да, резко говорит о том, что уйдет биток направо, не будет остановки с выходом. Понимал это Константин и не стал уже акцентировать на этом шаре внимание. Сделал оттяжку и, по-моему, сейчас будет атаковать либо в среднюю лузу, либо выберет себе все-таки этого чужого. Удивительно, что на чемпионате Украины оба этих спортсменов не доехали даже до восьмерки сильнейших. Именно по московской пирамиде. Они между собой разыграли полуфинал по классической пирамиде, то есть до 71 очка, русская пирамида, и там Константин Кулик в третьем оказался сильнее своего сегодняшнего оппонента, но это все-таки другая игра в московскую пирамиду. Ни тот, ни другой ничего не смогли сделать. Мирослав Тарновецкий всех обыграл в финале Перкуна 6-4. Ну, как мы с вами, Павел, уже спланировали, что у Константина очень хорошо получается забитие именно прицельных шаров, планировка с них выходов, а как раз такая игра как пирамида и говорит о том, что акцент будет идти, конечно, только на прицельных шаров. Молодец. Костин великолепный. 7-1 он спереди. Эффектный такой удар. Попал в створ Лузы за счет боковика. Все-таки его туда уговорили. Вот, разводит сейчас руками. Удивило, удивило Константина, что он не справился с такой, как бы, несложной задачей. Стандартный был свояк у него, стандартный удар. Здесь уже, я думаю, они за свою жизнь позабивали очень достаточное количество таких шаров. Отыграется Евгений. Сложно ему будет в этой партии разница 7 шаров. И вот Константин позволяет себе такой нанести сложный удар в чужую среднюю лузу. Биток то ли отыгрывал от двух бортов в себе, то ли тоже пытался его забить. И вот, по-моему, не очень качественно сейчас сделал Евгений удар. тем самым, что Константин получает очень простую позицию нанести отыгрыш. Ну и остается жить. Так вот, сейчас движение движение вот того шара, от которого отыгрывал биток Евгений Талас нужно было ему просчитать. Есть шанс броситься в среднюю лузу у Кулика. И, похоже, он приходит к этому выводу. Бросается и результативно. 8-1 так заканчивается эта партия. Заканчивается она довольно быстро, за 11 минут, за 10. ну и ничья. То есть никому сколь-нибудь ощутимого преимущества в дебюте матча получить не удалось. Что хорошо, значит борьба будет нешуточная. Смотрим опять отыгрыши недвузначные число. 19 секунд в среднее время стола проводить гениталов. надо обратить внимание на эти цифры и сравнить с показателями в парке. То есть выиграл или проиграл. пока ничья повторяю 1-1. итак, дорогие друзья, мы возвращаемся с вами к финальному столу. Разыгрывается главный приз севастопольского турнира гран-при мастеров по русскому бильярду. и просим прощения за то, что вынуждены были сделать кутуру в нашей трансляции, причем начинаем вам показывать пятую парту даже не сначала. Как мы видим, счет уже 5-1 в пользу Константина Кулика. С чем это связано, я уже несколько раз объяснял. Не затруднится сделать и в очередной. Полтора часа у нас есть времени на то, чтобы показать вам, как окружались события. Понятное дело, что до 5-ти побед в московскую пирамиду вряд ли спортсмен успеет за полтора часа сыграть. Поэтому приходится что-то сокращать. Нам этого делать очень не хочется, но мы вынуждены. Так что приносим еще раз свои извинения. Итак, мы расстались с вами при счете 1-1 по партиям. Следующая завершилась в пользу Евгения Талова со счетом 8-6 за 15 минут буквально, то есть очень быстро. Они отстрелялись и следующая также за 15 минут и также со счетом 8-6. Хит-парад кладки. Так, даже с подбоем настолько был уверен, что забьет в угол налево, что уже позволил себе даже сделать подбой другого прицельного шара. Сейчас будет использовать такой подарок Константин. Использую 6-3. Вот на самом деле видно, что играет свободно, не зажато, понимает, что мастерство все равно победит. Нет такой у них зажатости. Хотя уже ближе к ключевым партиям увидим, как начнут себя вести оба этих спортсмена. Тактически делает удар. Посмотрите, и в зону луза не приводит, и к борту не прижимает Константин Кулик и вынуждены ему увидеть шарик на задней отметке. Отдает позиции Евгения Металовского мне не будет играть. Давай сам. Сейчас я думаю, что как минимум в зоне луза будет биток после удара Константина, поэтому не будет он штрафован. и так 4-3 А, прошу прощения, 5-3 все правильно? 6 же было. 5-3 в пользу Кулика. О как. Да. Любовь, конечно, беззаветная у Кости к чужим шарам, но иногда и безответная бывает. То есть, он их любит, они его не учат. Неудобно не бей. Вот. Посмотрел, прицелился. Еще раз посмотрел. Еще раз посмотрел, и все-таки первый вариант ему больше понравился. Сейчас мягкий удар два борта наверное будет наносить. Не раскрутить бы шар? Нет, молодец. Здесь очень важно какую силу удара сделать. на тихой силе оттяжки к себе нет. Не точна. Мастерство оттяжки сейчас с вами наблюдаем. Я думаю, блеск стоящих шаров уже нет. уже такого удара мы не увидим. Соответственно, либо через длинный борт к себе получилась остановка. поторопился по-моему сделать такой удар по качественному можно было постараться в створ лузы поставить биток. Страфанулся на ровном месте. Евгений металлов удивительный. Как мы уже говорили, что забитие шара и отыгрыш это на самом деле процедура непростая. То есть, если планируешь качественный отыгрыш, то подходи так же, как будто ты хочешь сейчас забить шара. Прицеливайся. Думаю о размере удара. Конечно, важная вещь. Ну, видите, Костя тоже не принял позицию и дождался. Дождался своего. Будь атака в середине. Надо класть. Да, по силе удара ошибается. Я думаю, надо было добавить процентов пять. Да, чуть-чуть добавить надо было бы. Ну, и тут же Талов наказывает своего друга за то, что разбазаривает голевые ситуации. А что играть? Ну, свои надо скатывать, конечно же, в угол, тут других вариантов нет. Выбрал свои на скате и результат справляется. Вот так вот на скрутке будет играть ползунка. весь акцент этого удара в нижнюю его часть, в нижнюю правую часть вся сила этого акцента переходит во вращение битка, а сам биток идет не так уж и быстро, как мы можем убедиться хотя бы даже на повторе. Да, то есть, так выглядит симпатично, двигается вперед, но еще с боковым вращением. То же самое. Ну, молодец. Евгений показывает стабильность в этих ударах. Сейчас можно этот шарик в принципе разыгрывать таким образом, что он всегда будет становиться на игру свояка. Если вот на такой силе играть. Да, просто тут еще зависит от того, какой угол выбирает. Да, здесь ловный. Монстры выбрал угол, уже траектория прицельного шара идет на борт. На борт, да. играл бы в другую лузу угловую, может быть, там и были бы варианты. Конечно, тут сам себе снимаешь, тут можно использовать идеальный вариант, когда играешь свояка и наиграешь на среднюю лузу, но не всегда получается. Вот. Увидели мы с вами вот такую вот позицию, все шары практически прилипли к борту. А свой? Да, ошибается, ошибается Евгений. Не играет Константин, не нравится, значит, ему тот угол, который предложил Евгений при своем ударе. сейчас принимает решение атаковать прицельный шар в угол налево, либо не атаковать, либо делать какой-то отыгрыш. Шар непростой, помимо забития здесь обязательно надо контролировать биток. Вот сейчас помните позицию, да, которая стояла? Вот из такой позиции иногда играют, понятно было, что очень тонко налево надо было играть с лояка, играет его примерно в пол шара, приблизительно с обратным винтом, то есть в данном случае с правым, таким образом, чтобы после соударения с правым вращением пущенный биток сначала нашел длинный борт, потом короткий и от него раскрутился в середину. Чужой надо контролировать, он, как правило, уходит на вот по картинке в данном случае на правый длинный борт, оставаясь на той дальней половине. То есть безопасный удар по отыгрышу еще и с атакой в среднем лужу. Ну, в такой перестрелке, видите, один бросился, другой бросился. Да, здесь уже повезло просто больше рассчитывают оба на везение того, как позиция сложится. Повезло больше Евгению или, если хотите, не повезло Косте. Но позицию не видно. Ну, вот забил молодец. 8-5 и счет становится угрожающим для Константина Кулика. 4-1 по партиям. Видите, чуть больше часа продолжает этот матч, а обратите внимание на счета. Ну, 8-1, ладно, исключаем. 8-5, 8-6, 8-6, 8-5. О чем это говорит? О том, что нам показывают в основном как и кто-то другой умеет забивать шары. И иногда их даже в этом сложно упрекнуть, да, потому что позиция настолько открытая, что сейчас ты не будешь забивать шары. Кто соперник будет их забивать? Вот, обратите внимание, Евгения Талова отыгрыша 10. Двузначное число. 23 секунды в среднем у стола, да, то есть то, что за 20 в этих партиях, как правило, Евгения побеждает. Возможно, прямой связи нет, но есть косвенная, тем не менее, факт остается фактом, 4-1, Женя впереди. И снова, дорогие друзья, мы вынуждены были сделать купюру в трансляции, на этот раз мы вам показываем партию с самого начала, порядковый ее номер 7, счет 4-2, Костя в тяжелейшей борьбе вырвал, по-другому не скажешь, победу у своего соперника в шестой партии, 8-7, с таким счетом она завершилась, ну и мы видим, что разбой удается Константину, серия будет продолжена. я не понимаю говорить Константин Кулих и мы с Владимиром тоже не понимаем. Ну, здесь уже не первый раз он промахивается, уже надо делать определенные выводы, то ли менять резку, то ли увеличивать определенный угол, то ли его уменьшать, но какой-то корректив нанесения удара чтобы забить свояк делать надо, потому что он играет одними и те же ударами и при этом позволяет себе промахиваться. здесь с подбоем чужой среднюю лузу, ну и теперь с машинки наверное, да? наверное, мы едем. С левой руки там тяжеловато будет. Ну, хорошо сбивает. подобрал себе именно ту машинку, которая хочет. Еще раз хотелось бы заметить, что машинки бывают разные, бывают на очень высоких ножках, это специально играть через определенного шара, который мешает, либо бывают низкие, вопрос еще в какую область делать тот или иной удар там по верх шара, вниз шара там с боковым вращением. Два одинаковых удара сделал Константин. Разводит сейчас ругами. Опять не понимает. Да, опять он наверное тоже не понял почему этот удар у него неточный. Давайте посмотрим что делает не так. Чуть вверх оберет чуть шире идет шар. Ну надо делать поправки безусловно. В этом заключается профессионализм и мастерство игрока. что-то по каким-то причинам не складывается нужно уметь оценить полученный результат и внести необходимые корректировки. Чуть больше винта может быть чуть меньше винта выше ниже точку нанесения на своем шаре. Такой некачественный сейчас выполняет удар Евгений. Запутался в проводке? Да, будем смотреть на атаку Константина в среднюю лозу. Смотри, сейчас влетит туда без проблем. Есть своя в середину и сейчас еще один шар будет. По-моему прицельно еще упал шар. Может быть потому что он не появился а скорость движения в ту сторону была велика. Не увидим. Вот вы показали нам. Сейчас хороший удар в среднюю лозу плюс выход не точно на мой судар Константин. Но это уже мандраж наверняка. Ну синдром волнения я думаю присутствует и предлагает Евгению насладиться тем выходом который спланировал Константин. Справится ли он с этой задачей? Тонкий свояк либо прицельный можно играть шар он вообще в середину играет? По-моему в угол. Да, в угол играет. Да, не играет в среднюю лозу. Ох, хорош. Не стал он играть в среднюю лозу нашел себе более стабильного свойка. А теперь поставит там где поудобнее будет и сыграет в середину свой. но вот этот свой конечно великолепный. Удается Евгению забивает а выход а выход ну доедет похоже нет чуть-чуть не доехал шар. Да, хорошо сыграл свойка два борта наигрывал на среднюю лозу немножко не рассчитал размер чтобы максимально близко прицельный шар находился у средней лозы и перестроился сразу на атаку в угол. Так, ошибается не забивает что у нас для Константина есть по-моему прицельный угол направо есть ну в общем BBD так называется эта игра да что-то некачественно сейчас Константинов сделал удар такой даже вложил корпус в движение руки а корпуса там достаточно но это же не бокс тут корпус не надо вкладывать проверяйте как скользит не пострадала ли рука после вложения в нее корпуса здесь нам уже оператор показал что Константин пользуется вот такое еще как тальк облегчает себе максимальное скольжение кия по руке то ли в состоянии волнения находится то ли может быть в помещении бывает иногда жарко перчатка для этого еще есть может тальком не пользоваться можно перчатку надевать по ней и скользить великолепно но жалуются игроки на перчатки мол не те тактильные ощущения с кожей дерево не соприкасается и все уже все по-другому ну да вопрос привычки если долгое время играли без перчаток то теряется ощущение поэтому я считаю это нормально пользоваться перчаткой там находясь в состоянии там определенного аффекта ничего такого нет будет атаковать константин свяка в угол налево на скате нет сложные эти шары очень сложные надо точно попадать малейшее истребление стола пылинка ворсинка не дай бог отклониться с траектории не попадешь в лузу точно а еще можешь вообще дать мимо шара еще раз свояк здесь уже плотный будет сейчас удар еще и пострадает некоторая часть шаров да не попал в резку мы увидели что произошел контратуш не в состоянии психологического равновесия сейчас находятся кости этим нужно Евгению и воспользоваться чтобы не затягивать и вообще не откладывать решение вопроса у победителя этого турнира в долгий ящик но вот он тоже вот что делает для чего зачем и так соперник ищет любую возможность для атаки любую да можно так предлагай то что контролируешь не хочет справиться с той темой что не готов ждать все таки хочется сделать эффектный удар забить получить продолжение посмотрите что происходит и и и сразу отыгрывается в кое-то веке мы видим то же последнее несколько ударов константина константина кулика 5-2 он впереди итак седьмая партия на наших с вами телеэкранах в самом разгаре 5-2 впереди константин кулик проигрывает если он ее то все турнир завершается выигрывает буду смотреть как дальше будет событие отыграться в финале со счета 1-4 до 5 побед очень сложно именно это сейчас пытается сделать главный представитель города Днепропетровска я имею ввиду Константина Кулика потому что Миниталов представляет тот же украинский город я думаю здесь можно немножечко Евгению выбрать тактику ожидания попытаться путем хорошего отыгрыша либо на ошибках Константина выиграть эту партию так как мы уже с вами видим Константин как только увидит какой-либо шар который можно без особого труда и усилия забить он же сразу на него реагирует перетягивает хороший удар хороший удар стоял у Евгения чтобы реализовать его не справился много дал низу здесь получался в отскок проходил в отскок да? мне кажется нет не проходил потому потому он сделал такой удар еще накладывал отскок плюс оттяжка вот опять увидел шанс забить шара сразу моментом атака да тоже хороший вариант у Евгения налево в угол тонкий свой направо в угол еще стоит свой в среднюю лузу можно тоже на ударе сделать здесь определился выбрал чтобы направо ему более симпатичен удар и путем точного забития реализовал его так что дальше дальше у нас есть что-то на среднюю лузу да выбирает выбирает вот свояка на среднюю лузу тихий удар боковик великолепный и наверное будем смотреть в угол налево отталкиваясь конечно от вида нашего телевизора нет никак никак с той лузой не договориться Евгений стабильно не договориться периодически они досыгрывают да и вообще серийность где серийность что ж такого-то происходит с игроками что вроде иногда и позиция получается так это что мы видим это мы видим штраф правильно громко говорит что это такое биток не дотронулся до второго борта и не остался в районе луза и по-моему сейчас отдает обратно удар не хочет выходить из этой позиции Евгений а вот Константин да выбирает себе ох какой удар сделал великолепный видимо разозлился на себя за этот штраф а какой выход получился очень очень красивого такого забил прицельного шара Константин если он так и планировал то ну что же рискнул основательно без уст у храбрых поем мы писем да рискнул основательно потому что чуть малейшая неточность там контратуш и прицельный наигрывался шар и так же оставался автовыход свояка но молодец молодец поверил в то что может забить его и забил скатывать наверное сейчас будет Евгений свояка не точно и вот сейчас посмотрим будет ли атаковать Константин в угол направо да по-моему уже подготовочка такая серьезная для атаки в угловую лузу на ударе обязательно провалил провалил да я думаю даже по силе ошибся то есть еще можно было поплотнее нанести удар Евгениталов я так понимаю налево от себя да налево но нет же ну было похоже это нам повтор того сумасшедшего чужого шара в позиции которую не принял Евгениталов после штрафа своего друга смотри так какой жест типа может такое будет да что ты забил вообще да забор это отыгрыш хороший контроль прицельного шара это сейчас будем смотреть что спланирует Константин захотел повторить тоже атаковал прицельный шар с элементом отыгрыша да докручивает 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 уводит на противоположный угол и контролирует тоже прицельный шар здесь здесь уже самое главное контролировать биток и максимально просчитывать траекторию прицельных шаров нельзя уже в такие ответственные моменты позволять бесконтрольные удары нет не захотел правильно молодец хорошее решение 100% отыгрыш и позицию будет выигрывать Константин здесь уже будет сложнее отыгрываться в данном случае Евгению анализирую сейчас свой отыгрыш просматривает положительную зону куда можно поставить биток уговорил 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 хороший удар получился паракат через толстое соударение вот так попил кровь маленькая хороший шанс сейчас у Евгения вытянуть эту партию ох что ж такое нужный шар не забивает не забивает нужный шар забей сейчас шестого опять удар с руки есть вариант еще забить седьмого а Константин все прям вперед и вперед бросается на абсолютно любые шары есть вариант забить прицельного в угол и также есть сторож еще на среднюю лузу либо делать выход и забивать либо контролировать надо биток то есть забиваешь прицельный свой оттягиваешь на противоположную угловую лузу а так вот пожалуйста путем забития проиграл партию ну еще конечно есть шанс вытащить ее поскольку не блещет ни тот ни другой особой результативностью выйти но дает дает поиграть который генитал задействовал в такой позиции при счете 3-3 по партиям и 7-7 седьмой партии с выиграть с Павловым Кузьмином Константин Кулик таки атаковал свояка налево от себя и забил оборотник плюс отыгрыш здесь важно тонко не попасть чтобы все-таки перевести прицельный на другую половину нет нет некачественно сделал удар должен был прицельный шар сначала при неточном попадании от двух бортов уйти а потом уже на противоположную Лузу дойти уже своя так предлагает вариант забить не сыгрывает чужого да идеально справляется и сейчас будем смотреть качественный отыгрыш как спланирует Евгений данный удар будет скатывать на угловую Лузу да не стал разводить по разным половинам высмотрел шаром Кристантин ой-ой-ой-ой что забил представьте что бы сейчас было если бы он не положил этот шар я присоединяюсь конечно к аплодисментам в адрес Константина но ну и красавец конечно тоже но какое отношение все это имеет к бильярду сейчас да очень много я заметил рискует на неадекватные шары Константин да-да при счете это возможно 7-7 при таком счете в партии которой тебе ни в коем случае нельзя проигрывать ну можно такой удар делать Владимир вы эксперт может я что-то не понимаю я уже подчеркнул что Константин любыми сейчас способами пытается наверстать количеством забития шаров и приблизиться к счету а так рискует много рискует рано или поздно просто в нужный момент там где надо забить он не забьет ну что ж посмотрим посмотрим осталось недолго ждать ну что дорогие друзья счет 4-3 в финале до 5 побед проходит борьба впереди Евгений Талов Константин Кулик потихонечку отыгрывается со счета 1-4 очень сильно рискует и пока это свои плоды приносит жалуется на то что очень жарко ну все-таки в Крыму все-таки лето это у нас в Москве такое лето что вспоминаю что-то неудит про то что да лето в Москве было но этот день я провел в офисе а там жарко но жарко и его сопернику причем у него наверняка голова кипит еще от того количества везений которое сопутствует Константину Кулику не могу не сказать что Евгениталов прощает очень много кости и дает ему шансы для этого везения надо забивать ну с руки в московскую турбину надо класть шарики более ничего выдающегося в тех ударах которые промазал Женя не было ну бы позволяет себе допускать ошибки хотя я считаю что все-таки финальные игры должны быть максимально качественные красивые чтобы не только выиграть первое место но и показать нашим телезрителям какого высокого профессионального уровня эти игроки не стал сейчас атаковать на среднюю лозу Евгений решил отыграться вот сейчас немножко правда поторопился Константин поднял руки подумал что от двух бортов падает в среднюю лозу но нет тоже такой спокойный стопроцентный отыгрыш у Евгении есть два варианта на атаку чужого шара здорово получилась проводка так он прям попал в коридор настолько узкий что просчитать очень сложновато такие такие вещи такие вещи Нашел решение Тонкое соударение И перекат На угловую лузу Здесь уже у Константина Есть вариант Атаковать свойка Ну Похоже прокат-то там есть Но кигрысь не надо Да Хотел так его прикусить слегонца Есть Сыграл Шара Евгений Что? Ну теперь надо с руки класть Намеренно играет Направо от себя В левую сторону Зарывает шар Понимаю, что мало что Выкатится к угловой лузе Очень большое скопление прицельных Хорошо Сконцентрировался Константин сейчас Очень внимательно Со стула наблюдает Как Евгений забивает Ну здесь уже Как бы от него Ничего не зависит Присутствует У стола сейчас Евгений А Костя сейчас Весь в концентрации Да? Да Сидит и думает Будет ли у меня шанс Я думаю будет Судя по той серийности Которую мы увидели Будет Вопрос еще Сколько сейчас Ну вот Забьет Евгений Конечно Даже уже он ведет В этой партии Со счетом 2-0 Но все равно Счет Поддавливает Так сказать На психику Константина Ну к себе Какой нужно класть Близко стоят Друг к другу Недалеко от лузы Мастера этого уровня Должны класть Там еще Да Судьба Адрисментом Положил Нам Было не видно Из-за Жени Как же начал двигаться Биток Ну конечно В середину Играть не будет Потому что Аж за Центральной линией Стола Находится пара шаров Относительно дома А вот в угол Почему бы нет Шар поднят Здорово Расположи Как хочешь Хочешь на боковике Хочешь поверх шара Ну в общем Как хочешь Хочет так Значит так тому и быть Еще дальше Выбирает от середины Два этих шара Это означает Что теперь Просто так Уже сыграть В какой-либо Угол на скате В какой-то Вот в этот же Куда сейчас На повторе Забил шар Женя Уже нельзя Да Потому что Вот этот шар Стоял Его и Решил снять Евгений От него Просто легко Можно было Копнуть В середину Свояка Поэтому Позиционно Правильное решение Принял Опять мимо Да Провалил Сейчас Явно Хорошо В зону лузы Привел шар Явно Прям дал Такого Боковика Опять быстро Готовится к удару Заметели Очень быстро Торопится выиграть Да Сейчас Концентрированный Константин Кулик Устал Не получился Сейчас скат На угловую лузу И что Мы сейчас Увидим За удар Прицельный И на прокате Свояка Вот так Решил Разыграть То есть Уже видно Даже по подготовке Евгения Как только Делает Быстрый удар Значит Уже все Значит Можно говорить Что Где-то в глубине Души Планирует Конечно же Вот Игрыш Показал нам Константин Свое Великолепное Забитие Прицельных Шаров Через Все поле Причем С такой Качественной Остановкой Удар Очень сложный Выглядит Конечно Потрясающе Как и В той Партии Так и В этой Много Рискует Потом Сам удивляется Сейчас Развел Руками Выбрал Себе Очень Сложный Удар Атаковал На сто Процентов Никакого Конечно Контроля Не делал И Один из шаров Наигрался На угловую лузу Без проблем Его Сто процентным Забитием Решает Евгений И вот Тоже Видимо Немножко Переживает Не стал Планировать Выход Либо думал Что Что-нибудь Само Выкатится Подкатится Так покачивает Головой Хорошо Сейчас Хорошо Ближе Ближе К борту Надо ставить Шар Ибо Свояк То есть У Кости Винта Побольше Можно было Дать Чтобы Угол Заузить Ближе К лузе Направить Биток Ну и Опять же Размер Молодец Костя Сейчас Сейчас Хорошо И поднял Особенно середину Игру Деликолепно Хороший Сейчас Шанс Константина Сделать Неплохую Серию И позиция Позволяет Сейчас Забьет Прицельный Шар Либо С битком Вместе Либо Будет Делать Выход Под Свояка В среднюю Лузу Либо Может Делать Выход Под Прицельного Шара Здесь Диапазон Возможностей Достаточно Велик Роковая Роковая По-моему Ошибочка Ну вот Ну вот Жалуется Костя Что кто-то Исполнил Ему Под удар Мы так Не поняли Кто И что Вряд Вряд ли Это был Евгений Талов Они такие Друзья Вкола Одна Поэтому Евгений Ведет Себя Очень Корректно Вот уж Кому Кому По Фейерплее Наверное Вообще Никаких Претензий Предъявлять Нельзя Это Евгений Талов Крайне Выдержанный Молодой Человек Ну как говорится Играет по игре И не обращает Внимания На Всякие Факторы Которые Его Отвлекают Это На самом деле Большая культура Уметь Не только Выигрывать И вести себя Корректно Ну и В случае Тоже Проигрыша Забил Евгений Свояка Сразу же Последовало Наказание В лице Константина Пытался Сейчас Уговорить Один Пытался Другой Уговорил Сейчас Великолепно Своя Конечно Удается Не понимает Что происходит Не ожидал Наверное Что Не забьет Да Такой шар Соответственно Тут сразу же Перспективный Свояк Чтоб счет Получился Уже На цифре 7 Да Одного И пяти Но при этом Еще Евгений Находится У стола Опять Опять Жать руку Своему Своему Другу Нет Иди Протирай Ки И к столу Шанс Есть Поэтому Надо Надо его Использовать Свояка Ну все Сейчас Будет только рисковать Костя Он так Показал В этой партии Что Чаще Он будет Атаковать Потом по статистике Конечно Мы посмотрим Я думаю Я думаю Если Три Четыре Отыгрыша Было То это Уже Хорошо А так Решил Эту партию Разыграть В атакующем Варианте Такой Блиц Крик Молодец Как говорится Конечно Немножко Поздновато Раскрылся Константин Может быть Еще нет Подождите Что мы Хороним Константина Нет Мы его Не хороним Просто Не показывал Не показывал Качественных ударов Под конец Партии Решил Заявить Что он Еще присутствует Играет И при этом Еще забивает Молодец Да Классным Качественным Вот Игрыш Сейчас Друг с другом Но С левой Играет Этот шар Неудобно Неудобно То есть Я Считаю Более мог Безопасно Сыграть А почему Думаю Думаю Но Константин Кулик, как мы смотрим, поделил пристрастиями за своими чужими практически поровну. Серия максимальная, я помню, у Евгения Талова была 7. Почему отражена цифра 5, не понимаю, но... А, я понимаю, почему отражена цифра 5, потому что цифра 7 относилась к полуфиналу с Андреем Глушаниным. Несколько перепутал. Ну, согласитесь, 7 шаров забитых с Кия в Московской пирамиде, это, конечно, хорошо, но здесь нужно уметь нести партии. А то, что они это могут делать, я в этом неоднократно убеждался. Просто, видимо, все-таки Крым, море и солнце сделали свое дело. Жмут все три днепропетровчане на друг другу руки. Поздравляем мы Евгения Талова с победой на этом турнире. Все-таки он порадовал всех своих поклонников этим достижением. Вот так выглядела финальная часть, телевизионная часть этого турнира. А мы плавно переходим к церемонии награждения. Ну, что, дорогие друзья, вот триумфаторы. Евгению Талову сейчас будет вручен главный кубок. Ну, для начала будет чествование Константина Кулика. Юрий Цепков сейчас вручает ему памятную тарелку. Владимир, что вы скажете по поводу увиденного? Хорошо, ребята, поиграли. На самом деле, я считаю, что они выкладывались по полной программе. Хотели показать очень хорошую игру, но при этом и показывали феноменальные удары, и ошибались. В принципе, отыграли хорошо. Ну, бывали ошибки, они бывают у всех. Я думаю, они сделают акцент на их внимание. И в следующий раз, я думаю, мы увидим уже более качественные игры в их исполнениях. Евгений Талов получает запонки от одного из спонсоров этого турнира за проявленное мастерство и волю к победе. Ну, и, наверное, сейчас главный приз также должен ему достаться. Мне кажется, что все-таки возрождение интереса к этой игре под названием «Московская пирамида», конечно же, должен проходить через показ этой игры. И в этой связи вопрос к вам. А интересно было смотреть на то, как парни выкладывались? Ну, у меня два мнения по этому поводу. Я, во-первых, смотрю на позиционные вещи, как они решают позиции отыгрыша. А потом я еще уделяю внимание, насколько они точны в своих атакующих принятиях решения. Как они атакуют, как справляются с теми шарами или с этими... То есть немножко, конечно, чуть-чуть подмиксовать, чтобы более серийно могли играть в эту игру. Тогда, конечно, мы получим еще больше удовольствия от просмотров. Ну что, дорогие друзья, заканчивается на этом наш турнир. Непростой он получился для всей съемочной бригады. Огромное спасибо за то, что проявили чудеса героизма и все-таки смогли нам показать в том объеме, в котором это должно было быть представлено вашему вниманию. Дмитрий Белов, режиссер, Алексей Федотов, редактор трансляции. Я, Павел Черемичин, Владимир Меркулов. Говорим вам всего самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова